Друзья, ну вот такой у нас экспресс ледовход, кстати, многие просили какой-нибудь лед, вот вам лед, вот вам лед, вот вам лед, смачиваем, девчонки, смачиваем то, что вот есть в лице, но только вот смотрите, смочить, вот я всегда повторяю, если видели, чуть-чуть смочить, то есть мы немножко увлажняем бумагу, то есть мы не заливаем водой, если мы сейчас перельем, у нас опять пигмент не ляжет, ну и немножечко как бы смачиваем. Друзья, у нас сегодня вот такой суббота, это для тех, кто смотрит нас в ютубе, сборная команда, сегодня у нас, вы даже не представляете, сборная команда Тула, Санкт-Петербург, Великий Новгород, вот мы тут сошлись, понимаешь ли, по интересам, да, вместо того, чтобы наслаждаться природой, праздниками и выходными, вот тут сидим красим, когда мы берем просто голубой с банки и красим акварель, ну она получается такая немножко мультяшная, немножко раскрашенная, поэтому мы в любом случае набираем сейчас вот синь какую-то, но ее ищем, какая нам поинтересней, с чем-то еще смешиваем, ну можно взять в базу, вот синий прям такой, верх, да, похож, например, верх похож, но в него можно добавить немножко зеленый, вот кто бы мог подумать, что небо, например, может быть зеленью, можно прям взять майское зелень и туда добавить, и будет уже голубой, но немножко другой, вот он уже вот такой вот, и смотрите, много берем пигментов, пигменты не надо жалеть, потому что лист большой, если пигмента сразу брать мало, у нас будет запрос на второй слой, он нам не нужен второй слой, нам нужно сделать небо яркое, и здесь у нас никаких изысков нет художественных, то есть у нас ни облачков, ничего нет, поэтому просто вот примерно берем, значит, чуть ниже линии горизонта и сверху до низа просто, вот смотрите, широко закрываем, широко, можно даже водичку в процессе добавлять, да и чуть ниже середины, чуть больше синего, да, чуть больше синего можно, можно там, вверх можно чуть понасыщеннее сделать, нет, это вот синий-зеленый, а, как зеленка, которая, вверх можно чуть понасыщеннее дать, вниз можно даже побольше немножко зелени вот этой, вот она такая широкая история, закрыли, ну краешки можно сразу почистить, это надо сделать с ощущением, что это вот за один раз, тогда у нас акварель сейчас начнет смешиваться и даст такой ровный осадочек, вот, и для того, чтобы граничка, видите, к линии горизонта, к лесам у нас там с вами чуть-чуть все поинтереснее, мы немножко это дело, вот я вам одну на двоих, немножко это дело губочкой смягчаем, то есть мы вот этот низ губочкой чуть-чуть подвытираем, то есть нам здесь не надо яркости каких-то, да, и немножко можно где-то за елочками тоже чуть-чуть подснять, то есть, ну и все, примерно это подвелим, но начинаем смотреть как бы теперь на дальние планы, вот мне очень нравится, здесь лес как раз он понятный, здесь вот он понятный тремя как бы уступами, которые делятся в принципе на одинаковые сегменты, вот мы сейчас и будем делать, мы в работе усугубляем оптическое ощущение человека, то есть мы все равно не можем вот в природе одновременно навести резкость, вот вы смотрите на пейзаж, вот аппарат когда фотографируют, у него резкость, глубина резкости везде, мы когда смотрим, вот я в резкости, все в периферии размыто, мы такое ощущение должны создать в работе, тогда работы будут живые, вот многие художники об этом, не понимают, у них все прорисовано вот и до, и говорят, а что это работа без воздуха, а почему это работа неживая, а потому что ты фокусируешься, ты туда смотришь, там рисуешь, фокусируешься, а потом здесь смотришь, фокусируешься, в итоге у тебя все получается в одинаковой резкости, не бывает, зрение либо передний, мы можем фокус делать либо на передний план, либо на средний, либо на дальний, тогда соответственно два других плана всегда размываются, вот у нас здесь дальний лес у нас не интересует, поэтому мы просто ищем цвет, коричневый, фиолетовый, достаточно темный, но смотри, сейчас уже пигментика берем побольше, у нас там влаги уже достаточно, Пигментика берем побольше, вот пятнышко какое-то заводим, и достаточно насыщенно, то есть он у нас получается уже вот, я добавил вот у меня серый, коричневый, синий, ну немножко как бультрамарин, но он такой получается, видите, глубокий серый, глубокий серый такой цвет, попробуйте, поищите его. Немножко коричневый добавить, и много пигмента не надо, то есть мы берем лужицу, много, но нам же один мазок надо сделать, вот этим цветом нам же сделать один мазок, вот, смотрите, девчонки, как мы ставим мазок, то есть мы примерно понимаем, вот что у нас, ищем границу вот этого голубого, то есть в принципе, ну у нас линия горизонта, она смесь между белым и этим, то есть нам белый там интересен, потому что если приглядеться, там есть лед, который лежит перед этим лесом, нам его хочется оставить, соответственно мы чуть-чуть поднимаем, чтобы сохранить этот белый. И, ну, ровно на третий, значит, вот не надо сейчас, вот, это вот для тех, кто в ютубе смотрит, не надо сейчас вырисовать елки, рисовать пятно, нужно сделать один мазок, вот, один мазок, вот, набрали пигмент, поставили, смотрите, какая история, низ у нас идет прямо, как по линейке, а верх у нас гуляет, то есть мы делаем ширину, то есть у нас же там тоже немножко перспективы, вот мы берем, ставим сюда цвет на границе белого, вот поставили пятно, да, я вверх могу чуть-чуть приподнять, у нас получится лес, видите, неоднородный, и чуть поднимаем, например, кисть. У меня получилось, вот, уходящее перспективу, пятно тональное, которое дает один раз, низ по-сухому получается, по-белому ведете ровненько, вверх вы делаете фактуру, у меня вода, у тебя тоже много немножко лишней воды, то есть лишняя вода, вот, мне даже нравится, вот, как у вас по форме, здесь тона немножко не хватило, можно было еще потемнее, ну, я к примеру говорю, да, то есть лишняя вода все испортит. И вот видите, вот эта кисть, это опять же, ну, ликбез все, она работает как шпатель, то есть мы цвет взяли, и мы цвет как бы, вот когда белка работаешь, ты как бы цвет накладываешь, как бы нашлепываешь, а здесь мы взяли цвет, и мы тянем вот эту лужу, которая отдалась этой кистью, да, как будто резиновым шпателем. Соответственно, получается тонкий, однородный слой, ровные акварели, как бы все, молодцы. Делаем тогда вот бережок под тем леском, чтобы у вас была история, то есть мешаем тоже охра чуть-чуть с зеленым, густым, но пятно не, ну, клякся небольшой, экономите краску. То есть мешаем вот какую-то здесь лужицу светлой охры, ну, то есть охра это та зелень засохшая, которая лежит там у нас с вами, вот у кого пенаксы есть, им проще, у них там есть такая светлая охра, светлые охрочки. Можно капельку даже оранжевую или желтую добавить, ну, то есть тепло там не помешает, это священная часть, вот я каплю оранжевого добавил, то есть охра с оранжевым, ну, можно желтого, можно даже немножко предыдущего этого серого добавить, ну, то есть, как я всегда говорю, грязь в палитре всегда дает очень хороший живописность. Вот этот цвет. И вот теперь, смотрите, цвет набрали, ну, слишком погасить немножечко это самое, ну, либо охра, либо, может быть, да, вот этим, то есть, да, 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 то есть оно не должно быть прям откровенно теплым, да, это все-таки зимняя история. А можно у нас здесь вот эту шиполку? Да, держи, 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 держи. Вот смотрите, сейчас очень важно будет положить цвет, он практически идет, вот пятнышко, ну, до середины мы немножко варьируем. По форме, по форме, то есть мы в лес не залезаем. Мы, вот смотрите, мы сейчас, опять же, история, теория, мы пятна не наслаиваем, мы пятна ставим вот так вот. То есть мы не сделаем сначала, как бы, пятно берега, а потом сверху посадим деревья. Мы пятна должны поставить пятно под пятна, тогда будет чистый акварель. Ну, для начала, например, смотрите, оно немножко чуть ниже, то есть, раз же лес тут у нас же бережок, то есть можно как для подсказки себе поставить, например, вот чуть меньше пятнышка, соответственно, пусть у нас туда заходит белое. И вот мы гоним этот вот, снова берем эту кисточку, снова берем ее и делаем сначала просто уголочком. Подняли вот этот бережок, опустили, низ стараемся держать ровно, бережок еще подняли, до куда у нас идет, ну, вот все. Получаем такую косую, прямую, низ почти прямой, вверх поднимается, потому что у нас перспектива, соответственно, елки у нас будут стоять вот одним мазком. Будем трансформировать референс, дорабатывать его. Вот там снега нет, а нам интересно, чтобы еще был снег на границе леса. Ну, то есть, смотри, вот это белое нам важно, вот это пятно, которое получили границы, вот, кто получил, кто не получил. То есть, мы сейчас будем елочки рисовать с вами, не прям ставить, если мы сейчас сразу поставим их на охру, они стекут, и у нас будет смешано пятно. Нам нужно было чиститься, мы поэтому их поставим чуть-чуть выше. Тут уже придется в два тона, то есть, у нас есть, смотрите, тон деревьев и тон елок. Ну, мы не очень ярко, смотрите, они же такие почти прозрачные. Вот, видите, я чуть-чуть, я добавил только в предыдущее пятно капельку фиолетового, капельку красного, я не мучаю палитру, да? Вот, мне, кстати, очень твой перечень понравился, я прям балдею. Это очень красивый, он прям так лег хорошо. А он красивый, нет, а там такое и нужно было. Да, вот они все повылезали уже, как деревья, как надо. Там все, у тебя все капитально. Значит, смотрите, нам уже сюда, вот сейчас не одно пятно посадить, а несколько пятен для того, чтобы елки были самостоятельным цветом. То есть, смотрим, где это светлое пятно у нас может существовать. То есть, мы фактически сделаем сразу все березки, которые мы там видим. То есть, не все березки, на которых нарисуем елки, а все березки, где есть березки. Вот, вы можете пока сначала секунду посмотреть, потом я сделаю. То есть, вот я примерно вижу, что у меня вот здесь начинаются березки. Значит, здесь уже все подсохло, по большому счету. То есть, будет достаточно жесткий край, хотя идеально было бы даже капельку, может быть, подсмочить, но губка грязная, я буду по-сухому. Когда все это быстрее делать, все живее получается. То есть, я сначала ставлю, вот, прям видите, где есть, вот первая у нас березка там пошла, да, какая-то. Смотрю, там елочки потом начинаются, потом березки продолжаются, пятно. Все одним цветом, ну, можно как бы добирать. А здесь, наоборот, пониже, то есть, там будут сзади елки, а спереди березки. То здесь я, например, делаю березки эти вот одним протянутым пятном, то есть, подготовочка. Угу. И она чуть-чуть прозрачная, с ней, через нее голубой виден, и сразу получился такой вот витиеватый, как бы, лесной силуэтик. Лесной силуэтик. И сразу к нему, ну, чтобы, как бы, не ждать, ну, вы-то делаете, пока я пока цвет мешаю, мешаем цвет второй, который зелени там. Зеленый, коричневый, то есть, там не такие яркие елки, как ближе. Зеленый, коричневый какой-то делаем. Можно капельку синего даже в него. Сейчас, намешаем такой вот зелень коричневый. Коричневый даже больше, чтобы у нас... Чего, хорошо? Нет, цвет хорошо положили. Пока, пока вы меня все радуете сегодня. Бывает, я злюсь сразу с первого момента. Тут все вроде пока все, все прилично. А форма Алексея есть немножко. Ничего страшного. Так, смотрите, вы забыли, что у нас сейчас сбоку, я же говорю, до третьей. А здесь, где у березы будет, где вы будете сажать елки и все остальное? Ну, да, вот так. Ну, то есть, далеко убежали. Ну, в принципе, композицию можно менять, она будет у каждого своя, неважно. И вот, смотрите, теперь у нас с вами еловая история. Нам нужно теперь соединить пятно вот это с тем пятном, которое есть. И мы смотрим, где у нас елки. А елки у нас перед местами березками, а где-то сзади. А теперь прям сводим эти пятно. И значит, елочки можно рисовать более староконечные кверху. То есть, опять же, вот эта история нашей. Но только, чтобы это не собралось в одно пятно, там все равно какой-то рельеф существует. Вот я, например, сюда довожу зелень, добавляю. Вот пятно срастил. А здесь, наоборот, по низу добавляю зелень. Немножко оставляю белый снежок. Есть. Сейчас, секунду, девчонки, я добью этот самый. Просто мне, я пока взял цвет. И здесь у меня елочки, например, чтобы это все красиво зашло. Видите, какой я делаю уже с елочками игольчатый верх. То есть, он у меня уже немножко такой ребристый, остроконечный. Вот. Так вот. И смотрите, вот эти всегда деревья, скажем так, вот березы мы сделали, они внизу гораздо темнее. Потому что, если сверху у нас прозрачные ветки, то внизу у нас, как правило, там что там? Толстые стволы, там кусты, там еще что-то. То есть, нам нужно сделать теперь тень между снегом и этим пятном. То есть, третий цвет мы туда вводим. Мешаем просто коричневый, с какой каплей фиолетового, потемнее. Потемнее немножечко цвет коричневый. И добавляем его только под березы. То есть, мы доводим цвет до какого-то интересной формы. То есть, мы начинаем верх, пусть прозрачный. То есть, ни стволов, ничего нет. Где-то добавляем тенюшку и немножко ей подформировываем красивый снежок. Вот пятнышко я добавил. Например, где-то здесь. То есть, мы делаем вот такую живописную. Видите, там можно немножко разделить их на планы. Вот. Туда. А беленький оставили? Пусть беленький сквозит. Чуть-чуть. Где-то, вот смотрите. Ну, то есть, верх прозрачный, не стемный. Он всегда тяжелее. Как бы тектоника цвета такая. Мы, получается, если так посчитать, один мазок, второй мазок, третий, четвертый, пять мазков сделали. Шесть. Мы больше к работе не касаемся. Но у нас уже с вами, у многих красивый дальний план. Там уже какая-то работа собралась. Есть уже ощущение какой-то формы. Следующее. Ну, и так вот по пятнам мы движемся. То есть, мы воду оставим на финал. Сделаем там вот этот самый с вами ледок красивый какой-нибудь. Смотрим следующие пятна. Ну, вы только не молчите. А то у нас все время получается вот такие... Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Я к чему говорю, вот купите себе охра такая, есть в пинаксе разбеленная такая. Я не знаю, как она называется. Я выкинул бумажку с этими самыми. Добавляешь не чуть-чуть желтенького, чуть-чуть оранженького. Получается цвет такой прям соломы хороший. Ну, можно тогда просто в охру беленько. Ну, можно капельку беленького. Ну, беленького есть пастельные гаммы такие. Они дают эту полегче форму. И вот я вам сейчас буду просто показывать еще как бы по-разному, как писать. То есть, видите, мы там тянули мягко, тянули как бы вот, тянули цвет. А здесь нам нужно пойти, это солома. Это солома, это как бы, это такая вот трава попожухшая. То есть, нам здесь теперь не надо вот этой красоты пятна. Здесь нам нужно, наоборот, клочки получить. Она, видите, как буквой Г. Примерно мы понимаем, что она у нас идет вот так вот сюда и второй уровень вот здесь. Соответственно, смотрите, полы подметали когда-нибудь. Вот примерно должны понять, что кисточка. Я знаю, что вы все с пылесосами, с роботами пылесосами, а я вот в детстве с метелкой работал. То есть, вы должны понять, что вот это метелка. То есть, вы ее должны баланс даже почувствовать. То есть, вы настолько должны руку расслабить, чтобы кисточку вы чувствовали. То есть она у вас должна быть И вот примерно так же пятно Нам нужно здесь получить Здесь у сухого, по-сухому Такое пятно с колочкастой формой Силуэтом Видите, я сразу делаю Оставляю пробельчики У нас снег там лежит Легко-легко То есть если вы сейчас будете тяжелой рукой У вас ничего не получится Мы сразу получаем травинки Если вы просто опускаете кисточку в таком легком Едва касаясь, она дает вам острую травинку И вот до переднего края мы доводим Получаем такое пятно Вот этот самый Да, и смотрите, девчонки Они у вас Они у вас должны быть торчать в разную сторону И сразу делайте, вот смотрите Я вот опускаю, например И у меня сразу получились травинки наклоненные Вот я не рисую траву Я нарисовал траву То есть мы сделали пятно Вы должны чувствовать Почувствуйте этот баланс кисти Слишком много коричневого Молодец, нет, оно не зря в жестовое ездило Все, не молодец Ничего страшного Вы, композиция, это всегда в основе должна быть Вот композицию мы держим всегда Следующая, которая немножко мы проделываем Она уже не меньше И она более обобщенная Если здесь это более рваная То следующая трава у нас Мы ее делаем, вот смотрите Как бы зачесываем То есть мы ее вот так вот Видите, я вот этой сухой кистью Она более меленькая Она меленькая Можешь пятнышко сделать Ищите баланс воды Да, поищите Вот Вот эта травка, которая у нас пошла До этого кустика Вот смотрите, я ее сделал с Нюшком Чуть-чуть Одна секунда У вас уже получилась там трава Вот все Один мазочек Ну только смотрите Она всегда Трава всегда идет Как бы от берега к воде То есть она туда наклоняется То есть мы всегда Смотри Ну у меня уже некуда рисовать То есть вот я взяла кисть Торцом легко Плашмя И как бы вот Ну как бы поднимаешь Вот так вот Вот я тебе на палитре показываю Травинки Вот я Вот так вот Их вот туда Ставишь кисточку И просто кверху поднимаешь И торцом Ну и мне намного уже не хочется траву Вот я могу еще где-то здесь Вот, ну и вот так вот Вот И пятнышки сделали Вот у нас В снегу уже торчит Это осенняя трава Вот теперь мне нужно Посадить вот этот Теплый куст Он может быть повыше Может быть поменьше Единственный такой Смотрите момент Сейчас мы сначала Его намешаем цвет А потом я скажу Как его сделать Потому что там хочется Немножко верхушечка его Мягенькая Ну вот такой видите Охра с оранжевым Он теплый Можно прям в эту же охру Которую сделали Добавить немножечко Коричневого Красненького Ну вот такое Это Я не знаю что за кустик Но он уже на переднем плане Невочка какая-то такая Внизу мы сделаем пофиолетовый Верхние макушечки Уже такие вот Тепленькие Сепии какой-то добавить Ну так Значит Значит смотрите Какая история Вот Куст Он все равно видите Верх мягенький Верх мягенький Середина достаточно жесткая А вверх мягенький Значит Чтобы у нас с вами Верх получился мягенький Мы сейчас с вами что-то сделаем Мы сейчас Вот простой способ Не будем ничего мудрствовать Берете пальчик Пальчик Помочили пальчик Помочили пальчик Пальчиком И вот нужно пальчиком найти Здесь Граничку Вот этого кустика Где он у нас будет расти Просто пальчиком Верхняя Где же это у нас Так вот Чуть-чуть 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 пальчиком Это где-то вот здесь Ну Вы найдите композицию Где он у вас будет сидеть Этот куст Вы просто его обводите О Пошло дело О Пошло дело Все И сразу вот этот пальчик Прямо с этого пальчика Начинаете делать Смотрите Ту же самую метелочку Ну Нет-нет Только контур Только шапочку Только Нимб Этого так сказать По кругу Вот видите Я обвел Только внутренность Сухая вся Значит берете Снова эту кисть Нашу легкую Вот такая легкая И прямо вот в это сухое То что вы сделали Нужно смотрите Представьте Ну как бы Форма развивающаяся Центра То есть радиально То есть мы начинаем Этот куст Зачесывать Как бы вот сюда Так чтобы у нас верхние были Как наши вот эти веточки Видите как мы с вами делаем Что-то в сырое заходит Что-то в сухое А делаем один слой А куст же он такой многослойный Зачесываем Да Начесываем сюда веточки Чуть-чуть оставляя просвет в нем Вот смотрите Как куст получается То есть я сделал Не сразу закрыл Один слой И второй Оставив дырку внутри Оставил дырку внутри Чтобы было видно Что у нас там Веточки живые Ищите вот эту форму Пусть у нас выходит на небо Ну красиво начали На слоя Выходите Выше делайте Ну я Кому там кондиция И сразу можно где-то Внутрь еще потемнее И ищем граничку между травой То есть вот эта травка красивая Нужно просто пятнышки Где-то кустик же заходит в травку Смотрите Мы не рисовали Но уже получается Какая прекрасная граница Между ними И нет ни одной ветки Которую мы нарисовали Но можно максимум Какие-то вот торцом поставить Крупные Но лучше не делать Как захотно сделать Смотри Я на том месте Еще бы повыше его сюда Вот еще один слой сделай С просветом Вот с этим А я хотела здесь елку Нет Чтобы елку посадить Елка должна в куст уйти А, окей Да То есть вот елочка должна уйти Вот в этот кустик Он достаточно высокий Смотрите Куст там выше линии горизонта На самом деле То есть куст можно сделать Вот еще выше Я даже вот чтобы вам было понятно Видите линия горизонта Где куст Там выше линии горизонта Только мы ее не видим Потому что у нас там закрыта землей Вот он круглый Шапка, брокколи Не знаю, как хотите Хвост павлина Любая ассоциация То есть он еще остался Посадить елки Елки прекрасные там у нас Но чтобы елки сели Видите, у нас у елок Есть берег поднимающийся Нужно один мазочек Положить туда берега Ну и здесь подвести Охра такая Ну такая с зеленцовой То есть остатки вот этой травы Мешаем охрочку Смотрите Мы с вами меньше часа работаем У вас уже почти работа состоялась А говорят, акварель Сложная, долгая история Это мы еще болтаем А если бы вы не болтали Вы знали, что делать Я бы ничего не нарисовал бы тогда Если бы вы с вами не болтали Ну вот я им что-то Забавил немножко зелени К тому, что было Значит, нам нужно поднять Немножечко рельеф Наверх За куст Низ пока даже не будем делать Потому что мы со снегом разберемся То, на что посадим елки Значит, и подвести его под наш куст Ну здесь вообще не надо музырствовать Вот просто сверху делаем Такую диагональ Какой-то бережок Вот он бережок А сюда заводим аккуратненько Пятнышко То есть нам нужно важен этот силуэтик Где-то можно ставить рыхленько Когда мы работаем по сухому Оно дает возможность ощущать Получать вот красивую фактуру Чуть под куст Например Внутри кустах тоже зелени-то есть Ну где-то здесь может быть Немножечко она Так вот Через снежок торчит Пока передний план не делайте Просто вот нужно подвести Тот мазок, на который посадим елки Разберемся по ситуации Все Вот смотри Здесь у нас сухо Здесь у нас сухо У нас здесь хорошо Поэтому можно спокойно сюда втыкать елки Елки Делаются в два захода То есть у нас Мы смотрим Вот у нас елок там много На самом деле это одно Светлый Самый светлый То есть мы сейчас Самым светлым цветом Должны получить общий силуэт Вот этого пятна То есть мы забываем Что это елки Мы сейчас просто смотрим Какое-то пятно Мохнатое Зеленое Вот мы его должны получить То есть мы разделяем Работу на этап У нас как бы сценарий Вот посмотрели Ищем светлый зеленый Зеленый такой Ну этот зеленый Чуть коричневый То есть что Тут мудрствовать опять С цветом Я вот опять туда просто добавляю То что у меня было Немножко зеленого Немножко коричневого Можно капельку добавить Может быть оранжевого Ну потому что Теплыночки здесь В эту зелень Можно добавить Ну такая светлая Зеленюха Тепленькая Много Вот сразу говорю Можем мешать и много Не спешите Потому что Елки большие Начинаем с самой маленькой Ищем где она у нас находится Она у нас находится выше Вот тех дальних елок Ну и примерно смотрим Где она будет Просто ставьте кисточку Вот просто поставьте кисточку Этим пятном Пятнышком Вот поставили кисточку Поставили Не побоялись И немножко нас Внутренний силуэт Нас не интересует Потому что внутренний Силуэт пятно сбивается И мы Краешком кисточки Немножко делаем Вот такой смотрите Видите я как делаю У елочки Оп-оп-оп-оп Силуэтик С палочки Стоп Что ты делаешь Смотри Это одно пятно Ты нарисовал 55 Давай следующий покажу Старай чуть выше Опять же Ставим Просто пятнышко Пятнышко Легкой кистью поставили Следующая елочка И вот это пятно Растаскиваем То есть я не отдельные пятна Прорисовываю Я это пятно Вот эту кляксу Вот я это пятно Это пятно Растаскиваю То есть вот я это пятно То есть меня И соединяю с предыдущим Вот Нас интересует силуэт Ну я так немножко Крутноватый Чтобы было понятно Дальше у нас идут Елочки Следующий уровень идет Там пошире елочка Чуть повыше можно ее сделать Следующую уже можно С двух сторон делать Мы уже видим ее с две стороны Опять же взяли ее И право-влево 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 Делаем пятно Вот видите я пятнышко 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 То есть не иголочки Не веточки Пятно Которое похоже на Елку Оставляя внутри Свет И тащим вот этот свет До самого низа А на куст Он должен быть Немножко в куст провалилось Кустик обходим Вот этим пятнышком То есть вот где-то вот Ищем вот эту границу Зелени Обязательно через куст Она просвечивает То есть пару пятнышек Поставили куст Несплошняком Все хорошо делаете Все вы делаете Все правильно Не бойтесь Чего вы волнуетесь Не напрягаетесь Слишком Это стресс Это нервно Это нервно Юля очень красивые елки Чтобы не сгладить Вот У меня например три сделала У нее все какие-то одинаковые Я соответственно Делал тогда лучше паузу Себе И например я сокращу Количество елок И здесь сделаю Например еще одну повыше Так вот опять же Ставлю просто Сначала просто Для чего мы ставим Мы обозначаем макушку Немножко Смотри Веточки все равно Идут кверху То есть Смотри Вот ставим макушечку Да Поставим макушечку И веточки все равно Они идут кверху Как бы мы не говорили Елочки Ты можешь ее выше делать А немножко кверху Вот кверху Пятно пошло Смотрите Справа влево Справа пятнышки Влево А мне уже не делать Мне уже просто некуда Я думаю У тебя внизу маленькую Что там сделать Ну сейчас посмотрим Да я Пока не надо По композиции Я лучше посмотрю Так смотрите Это все равно пятно То есть Стоп Вот ты Я тебе сейчас буду ругаться Я к тебе что говорю Нет Не бежись Только этой шуткой Вот смотри Ты когда делаешь Вот такой Ну у меня нет пятнышка Видишь Пятнышко на пятнышко делаешь Нам нужно все равно пятнышко Протаскивать каждый раз Тогда будет У тебя еще как гуашь Получилось Ты теряешь Акварельную прозрачность И вот эта кисточка Она очень хорошо дает Сразу фактуру Почувствуйте Если вот ее Так вот смахивать Смотрите Она какие остренькие Вот как бы Как она вот смотрите Играет Кверху Книзу Вот кверху Книзу Она дает вот эту вот елочку Ну остриночку такую Ну кому дает Кому нет Вот елочки Елочки Сразу Тут походу шпатель работает Сразу мохнатые Большая кисть Неплохо на самом деле Вы просто Здесь вам нужно вниз Их увести Большое Объединить пятно Смотрите Все соединяй Пятно Елка Пятно Елка Пятно Слушай Верх хороший Низ поищи С кустами Примыкания Вот елка С просветами Сделали Сделали Низ закрыли Соответственно Низ у нас идет До самого нашего Вот этого куста И идет до нашего Самого низа Где у нас с вами Зеленое пятно Где мы начинали Ну я хочу Для композиции Дальнюю третью посадить Ну не третья Какая там Четвертая Она будет чуть ниже То есть Эти выше А я например Сюда Еще раз Ставлю Палочку И справа Слева Справа Слева Кстати вот я буду 23 до 4 в Москве На ВДНХ Приходите Вам там ближе Столу доехать Чем до Новгорода Там будет как раз 23 до 4 Суббота Воскресенье Как раз будем Елочки рисовать Цвет мы дали Теперь у нас есть Второй тон Более темный Ну не будем Прямо уж совсем Все градации выводить То есть силуэт получили Теперь нужно получить Как бы Насыщенно Самые Особенно На эти гнездо Где под этими Под стволами Там прям черная Такая тень Как бы То есть мы ищем Темный зеленый Для того чтобы Ну пока все плоское То есть Нам нужно немножко Этот объемчик Рельеф Что берем Вот зеленый Немножко каплю Можно синего В него там Индиго добавить Каплю коричневого То есть делаем Такую елочную темноту Ну я имею в виду Что такой темный Темный синий Темный темный синий Темный темный Зеленый И коричневый И он Получается такая Елочная темнота Вот молодец Ты уже вот елки рисуешь Уже мастерски Вот тяни Донизу Я не буду спешить Молодец Хорошо идет тебя Уже кисть чувствуешь Значит Смотрите Все Не закрываем То есть у нас силуэт есть Но нам нужно Внутри этих елок Поискать как бы Теневые немножко История Где она у нас Обычно под ветками Елка где-то Елка Границу получает Где-то В темноте То есть Подобавляем немножко Вот этой темени Ну вот Например Где-то силуэт Пятно Внешне Не развиваем То есть Работаем уже темнотой Внутри того силуэта Который мы получили Но мы его немножечко Как бы вот Начинаем Усложнять по тону Где-то Вот я здесь Наверное По низам Добавил Елка То есть Нам интересно Получить вот эту Границу Темную Между кустами Например Елочкой Под елочками Темнота Ну и под какими-то Крупными ветками То есть Мы теперь можем сделать Где-то в елках Вот Тени под ветками Не то что прям ветки Потому что В итоге мы все равно Не видим где Ветки одной елки Заканчиваются на другой На референции Соответственно У нас это общая история Поэтому можно Какие-то выводить В темноте Ну вот Пятна Тени дают ощущение Контрастности Дают ощущение Солнечного Вот этого дня Поэтому они нам интересны Не бойтесь Вот их туда Можно даже вниз Даже каплю фиолета Вот туда Добавить Он нам не помешает Потому что там Самая тень в лесу Под этими елочками Не начинайте Прорисовывать каждую елку Вот я уже вижу Чуть-чуть Одну подправили Иначе получается Роспись Как бы Пятно где-то исправили То есть это на стадии Чуть-чуть добавили Вот нюансы Вот ловите эти нюансы А то сейчас портрет елки сделаете Значит Мастикин Акварель можно как наносить Так можно и снимать Значит Можно где Слишком перебрались Тоном Можно спокойно взять И например Снять мастихином Какие-то ветки Вот прямо даже вот Зубастенькие какие-то То есть вот он мастихин Позволяет Особенно у кого темные пятна Немножечко Вот попробуйте Сделать вот эту вот Как бы неровность Тоже нужно вверх лететь Да И вот смотрите Теперь осталось последнее Чтобы мы уже елками закончили Больше к ним возвращались Мы видите Пятна накидали Но их нужно теперь Как шашлык Нанизать на какую-то Как бы палку То есть в елках Существуют ветки И ветки мы рисуем Не поверх пятна А рисуем только в просвет Вот мы где-то оставили просветы Это можно взять просто Ну у елок ствол Такой он серо-коричневый Можно просто взять коричневый С каплей какой-нибудь синенького Ну серый получить Да еще мокрый Если мокрый То ждем А если не мокрый Ну я вот Ну вас тоже вроде бы как А я просто не буду везде смотреть Ну а если даже разойдется Кое-где видите у меня висит Не может же висеть пятно Просто висеть пятно То есть нужно где-то вот Чуть-чуть вот кинуть Кинуть Да может еще где-то и поверх Чуть-чуть основных таких вот Ну и внизу стволики какие-то Которые заходят Несколько То есть не порисовывайте Одно насквозь Вот некоторые начинают Ствол рисовать вот туда Но просто где-то в светлые пятна Добавляя немножечко Вот этой веткости Вот смотрите Меньше часа В принципе вся Живописная история Что касается Дальнего плана Среднего плана Она решена Вот у нас куст нарисован Теперь этот куст Просто нужно сделать Обобщенных веток Есть много А нет Как бы стволовых То есть нужно просто Немножко вот отсюда Из центра Только смотрите Как вот Веерочком И ломаем Как бы вот эти ветки Вот кустик делаем Живой То есть каждая Как вот кардиограмма Чуть-чуть сделали Веточку сломали Сломали Крупненькие такие Веточки И книзу они где-то Подламываются Вот это почти вертикально Держим Мари рука висит То есть ты ее не облокачиваешь Рука висит Тогда у тебя будет живая ветка Иначе у тебя будет просто роспись Пробуй И что знаешь Она вот ловит сопротивление Этой кисти То есть вот ты ведешь ее А она видишь как бы загибается И пытается от тебя увернуться И ты вот ее так вот Чуть-чуть Много не делайте А то она сейчас будет много У нас веток Все любят ветки рисовать Потом не оторвать от них Эти не отобрать Осталось там чего Осталось нам сделать Интересно воду То есть мы прям Оставляем снег И лед белым Пусть он будет такой То есть у нас прям Немножко как бы Мы усилили контрастность То есть когда контрастность В фотографиях увеличиваешь И все полутоны уходят в белые Например То же самое мы сделали Но нам нужно сделать Как бы Будет дальнюю воду Дальнюю воду И ближнюю воду Оставив посередине Скажем так Вот этот лед Дальняя вода Она соответственно светлее Ближняя вода будет темнее Значит Что нам нужно сделать Вот Намочить Да Но чуть-чуть Смотрите Вот сейчас такая история Если мы сейчас все намочим У нас не получится Красивого перехода Со снега Ну со льдом Нам интересно Чтобы дальняя была Граница четкая Ну то есть четкая Чтобы лед был четкий А здесь немножко была Влажная То есть мы поэтому Можно губочка Можно кисточка Я обычно вот губочкой Только губочка у меня грязная Почему-то зеленая Я не знаю как эти губки отмывать Значит Ее выжили прям Чтобы вот она почти сухая И смотрим где у нас Смачиваем нижнюю границу То есть верхнюю Оставляем сухую Верхний лед А вот здесь вот нижнюю Чуть-чуть Чуть-чуть Пока разбираем Только дальнее пятно Чуть-чуть подсмочили Вот эту да? Чуть-чуть Да Чуть-чуть Подсмочили Вот так как я обычно Вообще не видно блеск А она уже все впиталась Значит настолько бумага Что она мне достаточно Короче Вот типа как там На референсе Да А толстого к тоненькому Вот Ну здесь вот этот клинышек Нужно подсмочить чуть-чуть Верх сухой Ну и мешаем цвет дальней воды Единственный момент Смотрите Она немножко Если вы приглядитесь Видит отражение Вот этого нашего леса То есть она чуть-чуть похолоднее То есть голубой в ней присутствует Ой что-то я прям У нас же краски раскислил Но в то же время И вот эта коричневость С фиолетовым Который от леса Она там тоже есть Синий, фиолетовый, коричневый То есть делаем темный серый Но чуть-чуть светлее чем лес То есть все равно голубиночка там Какая-то есть А фиолетовый который ядреный Который ядреный Который ядреный Холодный Самый холодный Получаем темно-серый-холодный Вот такой цвет То есть он чуть-чуть у нас Как бы отличается по холодности Он похолоднее чем лес Ну вот такой вот он Можно сначала получить Как бы границу между, ну, дальнюю. То есть, сначала прорезаем ее. То есть, мы сначала, вот сейчас, не спешите, тут все легко. Делайте внимательно. То есть, мы сначала нарезаем эту речку. То есть, она немножко как бы уходит за поворотик. То есть, мы должны понять, и вот она туда уходит. То есть, мы прям вот кисточку параллельно, и как бы вот, вот я ее как бы нарезаю, оставляем вот этот какой-то там бережочек. То есть, вот. Здесь тоже она немножко под этот берег заходит. Мы тоже немножко ее как бы нарезаем, пока прям боком кисти. И получаем вот это пятно. А теперь вот это пятно, то есть, мы делаем горизонтально. Ему нужно сделать, опустить как бы вот вот так то есть теперь вот это пятнышко пускаем в мокрую до мокру и ищем скажем так вот этот вот силуэт этого пятна дальнего 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 делаем скажем так вот этот ледяную какую-то историю и снова заканчиваем плоской протянули они снова нарезаем как бы дать льдинки чуть-чуть вот плоской кисти то есть получаем неровную такую форму и пока пятнышко живое кисточку смахнули немножечко уже теперь низы вот эти вот как бы вот вот так вот протереть на налет то есть он же не везде сразу заканчивается границы он такой достаточно мягкий весьма чуть-чуть вот как бы вот затираем так вот это пятно сухой насухо туда заводим еще было живенько вот оно такое пятно переднюю часть значит смотрите что нам важно нам нужно получить с вами серединку здесь более-менее сухую на чтобы льдинки какие-то мы сделаем такие потресканные да а вот примыкание к берегу мокрая и примыкание к льду мокрой то есть мы вымачиваем такую как как буковку л вот я смотрите вымачиваю вот туда уголок это что к берегу идет серединку сухой то есть вот такая туда стрела стрела нарезать лед нарезать лед нарезаем лед сохраняя перспективы ближе к нам больше фрагменты дальше к нам меньше фрагмент начинаем с дальних каких-то тоже пока горизонтально почему горизонтально начинаем потому что лед имеет плоскость едино когда лежит на воде она все равно она не вот так торчит на себя на плоскости поэтому мы начинаем все равно коричневый добавь то есть там более холод здесь более теплый мы начинаем резать как бы вот этот вот силуэт то есть у нас сухого сухого заходит наше мокрое пятно пока только внешне вот ищем этот как бы форму вот этих каких-то льдинок то есть можно вот так вот какие-то геометричные внешне порезали и еще немножко примыкания пока к берегу лед тоже нарезаем середину пока ставим середину чтобы вертикально закрывать эти внешние силуэты вот сюда лед пошел то есть мы нарисаем краешки а серединку теперь берем и затягиваем вертикально но в то же время давайте сделаем здесь какие-то еще льдинки то есть мне теперь нужно поискать среди вот этого нашего пятна какие-то кусочки похожие смотри мы вот начинаем с сухого в мокрое а потом у нас снова середина сухой то все мышки мы середину оставляли сухую краешки вы мочили в итоге получается у нас сочетание сухого четких границ который лед и в то же время сама вода она получается по сырому ну вот какие-то льдинки мы здесь можем откуда большую льдину можно сделать 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 льдина и просмотрите вот когда и ставишь эту кисть здесь смотрите как она классно рисует лед даже не надо ничего рисовать а я стал стоп не цель у тебя ученик все это береги слушать все здорово у тебя есть места сухие соответственно ты в эти места и вводишь вот эту сухость и ты продолжай мокрое с таким все в юге очень красиво на пожалуйста получим плоскость этих льдин ну то есть вот уже такой более зеленый зеленый с бирюзом я просто покажу судят раздел здесь а здесь например сделаю светик у меня сразу это будет льдинка не это будет льдинка видите как делается все просто льдинка вот у этой глядинке же есть толщина льдинка вот здесь есть толщинка динка 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 хочу вот вот лед нарезанный вот он как блюд вот так вот вот они льдиночки зелененький можно где-то этот лед слушайте сделайте просто сделайте просто порталину не делайте лед взятку сделать и воду сделать и силуэт какой-то вот березы чуть-чуть добавили чуть-чуть и все она сразу дает ощущение что это что это тут что-то такое старт под ними сделать чутение ну то есть подо льдом всегда еще более темная история то есть можно где-то вот эти кусочки фрагменты будет под затенить под затенить вот подо льдом ну то есть мы доводим прям вода чтобы у нас было супер реалистично и значит когда чуть подсохнет на водичке надо сделать немножко от ледины есть отражение есть как бы плоскость из моего стихи нам под каким-то льдинками еще начинаем снимать такие вот просветики они нам дадут сразу ощущение что там что-то светится подшкрябить чуть-чуть предственно все пока ставьте снег посмотрим вашим с этим дом что можно сделать берем чего у нас там такой охра зеленая какая-то такая трава прошлогодняя поживухшая можно даже больше охры принципе нас особо не интересует по цвету больше как по тону она такая должна быть потемнее чуть-чуть похолоднее вот этой травы мышечку там просил травинки нарисуем ты снова на студент оставить здесь где-то снежок сделать рельеф и соответственно получить здесь какое-то ощущение берега берега ну вот мы примерно только единственно сохраняем как бы вот этот уклон то есть она у нас идет тут немножко сверху вниз вся эта история набираем просто пятнышки которые нам дают вот этот рельеф то есть где доставляем снег то есть у нас что-то в снегу где-то снежок сохранился у нас на массе то есть она примерно похожим на ту историю которая у вас в воде только более такая вот обобщенная но можно даже потеплее что-то сделать смело закрываем оставляю снежок только такими следите мазочками как вот как растет травка как она растет у нас травочка ног растет а куда-то под кусты растет и создаем рельеф лепим его таким пятнышками где-то можно снег заходит ну и она где-то может быть у нас там что было понятно мин разница между разница между где берег где берег не тут по траву туда завести принципе просто пятно просто пятно пятно те нужно превратить в травины то есть когда мы набрали все формы с нам теперь нужно сюда вот это вот траву вырисовать вот в эти пятна от травиночки чтобы все было прям вот из грунта землю получили поднимаем травинки потер кто любит рисовать тоненькой кисточкой и вот прям вот можно найду фактуру сделал точечками какими-нибудь лединочки были на что вы думали уже творчески подходить каждой работе творчески додумывать да и вытворить и творить вам этот поймать драйв такой своей рисую не боюсь ничего делаю мы спорчу у меня через бумаги есть ну так вот это здорово сейчас еще пара тонных травинок делаю принципе тоже все вот я сюда еще такой так девчонки что не все смотрите здесь мастихин илочка дай мне вот мы пятину делали теперь смотрите чтобы это пятно стало травой я просто еще не успели до стадии вот это теперь пятно нужно немножко расчесать пятнышко есть и как бы вот смотрите чтобы не висот рынке отдельным и вот как вот эти пятна эти я прям завожу где-то вот то есть нас травинки получаются вот они вот на полусухом пятне ну так конечно по форме какой кочки идут где-то можно скверх процарапать то есть царапульки они у себя очень красиво они вот это прям мастерские всегда дает ощущение что вы такие графики чувствуете всю эту форму все сейчас я девчонки для видео сниму скотч так друзья но такой у нас экспресс ледоход кстати многие просили какой-нибудь лед вот вам лед вот вам лед вот вам лед сейчас подпись поставим а то еще напишут подписи нет кто рисовал непонятно ставим подпись и будем смотреть по каждой работе кому что дотянуть реконах 20 сейчас посмотрим я давайте мы не было спешить мы сейчас посмотрим это все в пределах пределах ваших работ каждой защиты пам по одному мне сюда и притащите я про сейчас для видео буквально минуту вас вы же не спешите сегодня вы все равно уже до понедельника здесь чтобы я видео выключил а то мне не сохранить это будет печально да вот видите небо за один раз закрыто чистенько дальний лес за один раз закрыта акварель туда нет каплю тут бросил я знаю кто вот не будем показывать пальцем да это являка мне не надо она я бы спроснул но сюда стада пятно лучше не оставлять вот ну такая вот как бы весна весна все в руб